сегодня после полудня очередная дикая волна дурацкого телефонного диванного террора захлестнула екатеринбург и ближайшие к нему с севера и юга города спутники арамель среднеуральск и верхнюю пушму первыми на пути тупых пустозвонов оказались две екатеринбургские больницы 14 взрослые на севере большого города на улице 22 портсъезда и 8 детская на юге екатеринбурга на улице военной по сообщению городского портала главврач восьмерки наотрез отказался по холоду эвакуировать маленьких пациентов но ответственные силовики все же тщательно проверили с натасканной на взрывчатку собакой все темные не очень закоулки больничного корпуса после бесплодного похода в подвал умная овчарка деликатно под девчачий присев справила малую нужду в около больничный снежок тем самым очень наглядно продемонстрировав своей хозяйке и людям в касках и с автоматами свое собачье отношение к людскому переполоху на пустом месте впрочем служба есть служба и умная барбосина спорить с полицейскими не стало и обнюхав все что надо вернулась к делам более нужным и насущным тем временем с разных концов города прилетали все новые сообщения о несуществующих природе бомбах которые по версии анонимных звонарей того и гляди рванут естественно ни одна из них нигде не взорвалась хотя и не везде обошлось без ненужной эвакуации в академическом звонари пустозвоны заминировали одноименный торгово-развлекательный центр на улице дыгенина примчавшиеся силовики оперативно затянули все входы выходы в него красно-белой ленточкой верхней пышме после полудня по той же причине не работал торговый центр вип-город идет тема зайти надо вот мужчине с коробками а зайти не получается все кто подходит говорят заминировано никого не пускаем главное продавцов пускают их не жалко а покупатели никого не пускают среднеуральские телефонные террористы грозили взорвать поликлинику и городскую ратушу в барами ли тоже стращали местных чиновников из администрации несуществующей бомбой екатеринбурге на проспекте космонавтов они хотели припугнуть студентов уральского пед университета которые остались в общаге эксперты утверждают что на этот раз дурацкое поветрие о лжиминированиях прилетела на урал вместе с морозами из сибири мыльная опера началась еще накануне и буквально смыла в смысле смассированной рассылки по емейлу предупреждающих посланий о том что в зданиях заложены бомбы и времени для эвакуации осталось совсем немного анонимные гнусные рассылщики не постеснялись помянуть взрыв магнитогорске дескать не повторите их судьбу но с этих диванных рассылщиков без ума и чести какой спрос они оттуда может из-за бугра что называется прокукарекали по мылу а здесь тысячи людей срываются с места перекрывает все въезды-выезды шлагбаумами и сами мерзнут и других морозят и заодно казенный бензин попусту сжигают никто не спорит общественная безопасность дело важное и блюсти ее надо но вот реагировать на такие вспышки телефонного психоза вряд ли ведь ни один в мире террорист за исключением боевиков ира ирландской республиканской армии баска в испании о готовящихся взрывах никогда и никого не предупреждают так стоит ли в очередной раз дуть на воду провоцируя без того полоумных диванных псевдо террористов прошлом году например за сутки силовики после массовой электронной рассылки дурацких угроз проверили 120 зданий в одном лишь екатеринбурге может и в самом деле в этой мыльной оперетки пора точку поставить